Новорождённая вселенная гудела и верещала, переполняясь бесконечной энергией. Даже после того, как бушующее пламя первых минут её жизни угасло, температура во всём космосе превышала 100 миллионов градусов. Этот первичный жар, состоящий из плазмы, сверхгорячей смеси частиц и излучения, горел тысячи лет, пока в один прекрасный день всё не изменилось навсегда. Этот день настал, когда вселенной было почти 400 тысяч лет и она остыла примерно до 3000 кельвинов. В этом уже сравнительно тёплом супе одинокие электроны встречались с одинокими протонами и образовывали первые атомы. Объединение этих частиц сопровождалось высвобождением небольшого количества энергии. Сгустка энергии, который достиг предела космической скорости – скорости света. Частица энергии, рождённая при образовании атомов водорода – частица, которую мы называем фотоном – частица самого света. Этот фотон был далеко не первым, но когда вселенная начала переходить из плазмообразного состояния в нейтральный газ, свет впервые смог спокойно распространяться по космосу. Таким образом, началось долгое путешествие фотона. Сначала он направился в тёмные века Вселенной, во времена, когда ещё не загорелись первые звёзды и не образовались первые галактики. В пугающей пустоте древней Вселенной гравитация притягивала массу, формируя начало космической структуры, но фотон мчался вперёд во времени и ничего не замечал. В конце концов, вокруг него начали вспыхивать первые звёзды. Массивные и раздутые, они сгорели во мгновение ока, а на их месте возникли сверхмассивные чёрные дыры, жадно поглощающие массу. Фотон ничего не заметил и в этот раз. Начали формироваться первые галактики, небо озарилось огнями бесчисленных молодых звёзд, которые начали сплавлять первоврождённые атомы водородов гелий и другие тяжёлые элементы. По мере роста и взросления галактик, интенсивный свет молодых звёзд начал рассеиваться. Путешествие фотона потенциально могло бы длиться бесконечно. Но после почти 14 миллиардов световых лет путешествия в поле зрения неуклонно появлялась большая спиральная галактика. Судьба фотона была предрешена. Вблизи маленькой синей точки, вращающейся вокруг маленькой белой звезды, преодолев последние несколько тысяч световых лет, фотон столкнулся с куском металла, частью телескопа, созданного людьми и вращающегося вокруг планеты Земля. Энергия фотона была полностью поглощена, возбудив электроны, которые произвели регистрацию на детекторе. Но когда фотон перестал существовать, завершив своё путешествие длиной в миллиарды лет, он всё равно ничего не заметил. Для самого фотона путешествие никогда не имело места. 13,8 миллиардов лет космического времени исчезли в одно мгновение. Но как такое может быть? Свет существовал во Вселенной с самых ранних её эпизодов и будет существовать ещё долго после того, как погаснут последние звёзды. Но как же он работает и, как казалось бы, может существовать вечно, но самое главное, чем вообще является свет на самом деле? Свет играл ключевую роль с самого зарождения космоса. В те ранние времена он существовал лишь в течение самых коротких мгновений, сталкиваясь с ускоряющимися частицами, прежде чем у него возникал шанс куда-либо переместиться. Одна частица света умирала, когда рождалась другая. Однако наш сгусток света родился в совсем другой, уже совершенно прозрачной вселенной. Когда космический вихрь большого взрыва наконец утих, наш фотон смог беспрепятственно начать свой гранд-вояж. В ходе этого путешествия сменялись поколения звёзд, что позволило появиться нашему Солнцу, которое обросло планетами, на одной из которых родился человек. Каждый из нас по природе очень любознателен. Свидетельством этому является строение наших организмов, а именно наличие в них зрения. Это самый значительный орган чувств, позволяющий человеку познавать и выявлять различия между вещами. Древние греки задавались вопросом, исходит ли свет из глаз, касаясь и ощущая окружающий мир. Так как в темноте мы ничего не видим, они пришли к выводу, что свет должен быть чем-то внешним, что улавливается нашими глазами. Мусульманские учёные продолжили изучение свойств света, установив правила отражения и увеличительные свойства стеклянных линз. Очевидно, свет был естественной частью окружающей нас вселенной. Но потребовалась целая научная революция и борьба между двумя гигантами науки, чтобы истинные секреты света были окончательно раскрыты. 1652 год. Голландский физик, астроном, математик и вообще всесторонне развитая личность Кристиан Гюгенс исследовал оптические явления. Он стал свидетелем того, как свет проходит через линзы и отражается от зеркальных поверхностей и интересовался явлением преломления, при котором путь света искривляется, когда тот переходит из одной среды в другую. Гюгенс заметил, что его приборы иногда расщепляют свет на цвета радуги, и из этого даже получались странные узоры, что явилось для учёного явным доказательством того, что свет – это своего рода волна, движущаяся и колеблющееся явление, распространяющиеся на все масштабы от планетарных орбит до вибраций электронов. Но давайте начнём с простой картинки – с колебания маятника. Когда маятник качается, его положение колеблется от одной стороны к другой, а затем обратно, подобно раскачивающимся качелям. Когда колебания приходят в унисон, но ещё не в такт, образуются волны. Камень, брошенный в плоский пруд, увлекает за собой воду, но вода отскакивает назад. Этот всплеск воды притягивает молекулу за молекулой, заставляя колебаться воду веером в виде устойчивой ряби волн. Волны вездесущи. Они есть звук, распространяющийся в воздухе, они есть в океанской воде, приводимой в движение ветром, а также приливными силами Солнца и Луны. Сейсмические сдвиги могут вызывать сильные и разрушительные землетрясения в земной коре, в то время как аналогичные волны пульсируют в атмосфере Солнца и других звёзд. Поэтому казалось, свет тоже был волной, но оставался очевидный вопрос. Если свет это волна, то что же являлось причиной этого колебания? Как звучит космос? Да-да, хотя вселенная по большей части состоит из вакуума, мы всё же можем услышать звуки далёких планет, звёзд и целых галактик. Ведь колебания – это не только про свет, но и про звук, если вы не забыли. Вот так, например, звучит туманность бабочки. Просто завораживающе. Чтобы услышать космос и не только во всей красе, и что самое главное, насладиться этим звучанием, нужен хороший источник звука. В эру технологий инженерам удаётся сочетать в наушниках и эргономичность, простоту эксплуатации и качественное звучание. И всё это за адекватные деньги. Тюменский CGPods – золотой стандарт отечественных беспроводных наушников. Они избегают крайностей простеньких по звучанию Xiaomi и дорогих Apple, в которых идёт переплата за бренд. CGPods устанавливают стандарт разумной цены на беспроводные наушники – 5000 рублей. Это аж в четверо дешевле, чем у Apple. При всём этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет у конкурентов. Во-первых, кейс из авиационного алюминия, который выдерживает 220 килограмм нагрузки. Наушники просто неубиваемые. Во-вторых, влагозащита, которой нет даже у яблочного аналога. А ещё тюменские наушники обладают эталонным звучанием, всё благодаря большим 10-миллиметровым динамиком. Лучшее для CGPods берётся у других брендов, например, микрофон от эпловских ушей. Ну и на десерт – аж 5 расцветок на любой вкус. Все чехлы выполнены из приятных софт-тач материалов. CGPods, а также другие гаджеты кейс Гуру при поломке не ремонтируют, а просто меняют на новые. Именно таким и должен быть сервис. Сканируйте QR-код или переходите в описании под роликом. Там вы найдёте ссылку на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. А по промокоду DWOR24 цена будет ещё приятнее. Британский учёный Роберт Гук понял, что картина волнообразного света может объяснить многие наблюдаемые им явления. В то время это были передовые достижения науки, но у Гука возникла проблема, что это за проблема, точнее кто. Этой проблемой был человек. Нет ни одного портрета Роберта Гука, и на протяжении многих лет из поколения в поколение передавался слух о том, что в этом был виновен именно этот человек. Человек, потерявший единственное изображение Роберта Гука. И этого человека звали Исаак Ньютон. Конечно, обвинения Ньютона в том, что он уничтожил картину с Гуком, были безосновательными. Но тем не менее, известно, что эти двое были друг другу настоящими врагами. Помимо своих далеко идущих открытий в области математики и гравитации, Ньютон интересовался оптикой и природой самого света. Ему не нравилось то, что говорили про свет Гук и Гюгенс. Действительно, именно Ньютон обнаружил, что белый свет можно разделить в радугу, пропустив его через призму, и как Гук он размышлял над причиной этого явления. Но в отличие от того же Гука, Ньютон не пришёл к выводу, что свет – это волна. Для Ньютона свет состоял из карпускул, из отдельных крошечных частиц. В центре внимания Ньютона было явление дифракции, при котором волны огибают острый край. Учёный знал, что звук – это волна в воздухе, а потому она изгибается, проходя мимо острых краёв. Можно послушать разговор из-за угла, не имея возможности видеть разговаривающих. Вы могли слышать из-за предмета, который препятствовал вашему виду. Таким образом рассуждал Ньютон, свет просто не мог быть волной. И на этом он не остановился. Он пошёл дальше, намного дальше. Ньютон рассудил, что свет, как поток частиц, должен даже ощущать притяжение силы тяжести. В своей книге «Оптика», опубликованной в 1704 году, он писал, «Разве тела не воздействуют на свет на расстоянии и своим действием не искривляют его лучи? И хотя в этом он был прав, его правота не подтверждалась веками». Таким образом, безраздельно господствовала корпускулярная теория света Ньютона, в большей степени благодаря авторитету личности учёного и его научному статусу, а не её способности объяснять сложные явления, связанные со светом. С годами авторитет корпускулярной модели пошатнулся, и всё это из-за одного учёного эрудита. Томаса Юнга называют последним человеком, знавшим всё. В 1800 году он провёл эксперимент, в ходе которого препятствие с двумя узкими щелями освещалось источником света, а на экране наблюдалась картина интерференции. Это была не первая демонстрация интерференции, но она была самой наглядной. Как Ньютоновская корпускулярная картина света могла объяснить наблюдение Юнгом интерференции? Как свет в виде крошечных частичек, приходящих то через одну щель, то через другую, мог создать подобную картину. Простое бросание пары камешков в тихий пруд показывает, что интерференция создаётся волнами воды или света. Другие наблюдения за светом подтверждали его волнообразную природу, включая поляризацию через материал, называемый кальцитом. Но на протяжении веков главный вопрос оставался без ответа. Если свет является волной, то что же вызывает это колебание? Наша космическая частица родилась в момент, когда протон захватил электрон. Эта частица устремилась во Вселенную мощной и энергичной, но по мере того, как частица путешествовала и Вселенная расширялась, она начала терять часть этой энергии. Свет, первоначально кажущийся нашим глазам голубым, постепенно менял цвета радуги на красный. Вскоре к нему присоединился другой энергичный свет, исходящий от бесчисленных миллиардов недавно образовавшихся звёзд. В одном свете были высокие энергии, в другом их практически не было. Наш фотон и не догадывался о том, что он будет невидим для человеческого глаза, поскольку пройдёт много миллиардов лет, прежде чем он встретится с нами. И действительно, эти рентгеновские лучи и радиоволны, как мы их называем, были неизвестны нам до самого конца 19 века, до новой эры, когда мысли начнут передаваться по воздуху. Генрих Герц. Именно это имя стало первой информацией, которая передалась беспроводным путём. 24 марта 1896 года в физическом кабинете при Санкт-Петербургском университете аппарат Александра Степановича Попова сумел передать первую в мире радиограмму, состоящую из имени и фамилии знаменитого немецкого физика. Хотя телеграф уже успел соединить все континенты с помощью проводов, протянутых в воздухе и под океанами, Попов, Маркони и Белл стали первыми, кому удалось превратить возмущение кусочков меди в настоящее послание, передаваемое по воздуху. Как им удалось это сделать? Ответ принадлежит Джеймсу Клерку Максвеллу. Это имя широко известно во всём современном мире и главным его достижением было объединение двух, казалось бы, несопоставимых явлений. Об электричестве и магнетизме было известно с древних времён. Эти явления проявлялись в странном притяжении натертых материалов и таинственных камней, указывающих на север. Лишь к 19 столетию стало ясно, что эти два понятия на самом деле не различаются. Поток электрического тока мог генерировать магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле может генерировать ток в проводе. Но по мере того, как Максвелл изучал эти уравнения, он начал видеть более глубокую картину. Вместо отдельных взаимосвязей он увидел, что электричество и магнетизм могут быть объединены в единое целое, в общий математический аппарат, охватывающий все электрические и магнитные явления. Но великое прозрение Максвелла касалось не только электромагнитного взаимодействия. Учёный интересовался тем, как свет распространяется через пустое пространство Вселенной. Максвелл знал, что электромагнитные поля заполняют всё пространство даже в вакууме, но фактически их там не было. Максвелл размышлял над вопросом о том, что будет, если выделить одно из полей, электрическое или магнитное, так, чтобы оно не было равно нулю. И ответ был поразительным. Что происходит, когда вы щипаете кожу и отпускаете её? Она разглаживается и возвращается в прежнее положение. Уравнения Максвелла говорили о том, что электрическое взаимодействие вернётся в нулевое положение. Изменение электрического поля приведёт к изменению магнитного поля и наоборот, и эти ущипывания не просто бы сошли на нет, вместо этого они бы колебались, пытаясь восстановить друг друга вновь и вновь. Колебания распространялись в виде волн, таким образом Максвелл понял, что эти колебания по своим свойствам совпадают со свойствами света. Проще говоря, это и есть свет, самораспространяющаяся электромагнитная волна. Но что вызывает её рябь? Каков электромагнитный эквивалент камню, брошенному в пруд? Максвелл выяснил, что причиной возмущения волн являются электрические заряды, которые известны нам как электроны. Когда эти заряды колеблются, они нарушают близлежащие электрические и магнитные поля, и эти возмущения распространяются в виде электромагнитного излучения, того, что мы и называем светом. Максвелл также понял, что должно быть верно и обратное, поскольку свет попадает в глаз на сетчатку, в атомах которой вызывает колебания электронов, и именно это колебание, посылаемое в виде сигналов в мозг, мы воспринимаем как зрение. Наконец, Максвелл понял, что это было заколебание и что вызывало волны. А ещё он знал, что у света есть волны длиной около миллионной доли метра, но его уравнения не демонстрировали никаких ограничений на длину волны света. Поэтому учёный пришёл к выводу, что должен существовать свет как с длинными, так и с короткими длинными, невидимыми глазу. Потребовалось ещё два десятилетия, прежде чем был дан ответ на эту загадку. В 1886 году Генрих Герц, работавший в университете Карлсруэ, был первым, кому удалось обнаружить эти невидимые волны. Названные волнами Герца в честь их первооткрывателя, они родили новую революцию. Теперь эти волны мы называем радиоволнами. Когда Герца спросили о практическом применении радиоволн, он, по-видимому, ответил, что применения нет. И всё же, именно радиоволны через десяток лет были использованы для отправки сообщения, несущего его имя. Герц умер в 1894 году в возрасте 36 лет, так и не увидев истинных перспектив своего открытия. В начале 20 века мир наполнился невидимым светом. Казалось, вот-вот и загадка света будет разгадана. Так продолжалось до 1905 года, знаменательного года для одного патентного бюро. Вселенная продолжала изменяться и эволюционировать по мере того, как путешествовала наша частица света. Она летела, набирая список попутчиков в виде смеси света, радиоволн и высокоэнергетические гамма-лучей. Энергия накапливалась, некоторые из частиц соудрялись с одинокими атомами в пустоте космоса. Низкоэнергетические радиоволны практически не сотрясали эти атомы, подобно спокойной океанской волне, набегающей на песчаный берег. Но поведение гамма-лучей высоких энергий, они передавали свою энергию атомам с помощью мощного удара, который выбивал электроны с орбит. Гамма-лучи, в отличие от радиоволн, воздействуют на атомы не как волны, а как твёрдые маленькие энергичные частицы. Но как? Неужели Максвелл ошибся? Мог ли в некоторых случаях свет больше походить на видение Ньютона и вести себя как частица? И если да, то в каких случаях? В некрологе одной французской газеты 1888 года выпуска Альфреда Нобеля назвали торговцем смертью. Этот человек сколотил своё состояние благодаря изобретениям и бизнесу, особенно в области взрывчатых веществ и оружия. И он был крайне удивлён тем, что о нём написали некролог хотя бы потому, что он был всё ещё жив. Но больше этого Нобель огорчился, ведь он осознал, каким должно быть его настоящее историческое наследие. В своём завещании Альфред Нобель решил оставить большую часть своего состояния ряду премий. Премии, которыми были бы отмечены те, кто принёс наибольшую пользу человечеству. Во всей науке Нобелевские премии считаются самыми престижными, список их лауреатов пестрит гигантами науки на протяжении более чем столетия. Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году немецкому учёному Вильгельму Рентгену за его открытие в области света. Как вы догадываетесь, именно он открыл рентгеновское излучение. Эксперименты рентгена с материалами показали, что только самые плотные из них могут останавливать рентгеновские лучи. Ему даже удалось убедить свою жену Берту подставить руку под луч после того, как он понял, что рентгеновские лучи должны проходить сквозь её плоть, но частично блокироваться более плотными костями. Именно так и появился первый рентгеновский снимок. Наука подозревала о том, что рентгеновские лучи являются электромагнитными волнами с длинными намного меньшими, чем тогда привыкли думать, и понадобилось несколько десятилетий, чтобы окончательно доказать, что это так. Но это не мешало использовать рентген в практике. Его применение в медицине мгновенно начало спасать большое количество жизней. К началу 1900-х годов представление Максвелла об электромагнитных волнах, несомненно, было подтверждено. И оставалось лишь найти остальную часть света, которую учёные не могли видеть, чтобы заполнить последние пробелы в электромагнитном спектре и завершить эту историю исследований. Но как это обычно бывает, за самыми серьёзными открытиями следует грубый удар и разочарование. Учёные обнаружили, что когда свет проникает в большинство материалов, он непременно выделяет энергию, которая возбуждает электроны, заставляя их испускаться. Это явление было названо фотоэлектрическим эффектом. При снижении интенсивности света требуется больше времени для накопления энергии и высвобождения частиц. Но это было не совсем то, что наблюдалось, когда свет падал на определённые металлы. Электроны, по-видимому, мгновенно выбрасывались с поверхности металла вне зависимости от интенсивности излучения. Более того, облучение синим светом сопровождалось выбросом более энергичных электронов, а излучение зелёного света побуждало электроны покидать поверхность металлической пластины не так интенсивно. В свою очередь, красный свет не побуждал электроны выбрасываться вовсе. Если каждый фотон несёт энергию, то почему это удаётся только фотонам определённого света? Тайна была раскрыта и возникли новые загадки. Случилось это в 1905 году, пожалуй, одном из самых особенных периодов времени для физики. Именно в этом году Альберт Эйнштейн навсегда изменил физику, опубликовав свою специальную теорию относительности. Но это было только начало. В 1921 году Альберт Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии по физике. В цитате отмечалось, что награда присуждена за его заслуги в области теоретической физики. Тем не менее, одна тема, в частности, была выделена для признания. И это была не его работа по теории относительности. Это было открытие закона фотоэффекта. Когда Эйнштейн исследовал фотоэлектрический эффект, ему пришлось радикально пересмотреть представление Максвелла о свете. Он понял, что когда свет взаимодействует с электронами, он не может представлять собой непрерывную волну энергии. Вместо этого энергия должна быть сконцентрирована и передана электрону в виде мгновенного пакета. Эйнштейн заявил, что свет должен быть квантован в виде порций энергии, которые бы взаимодействовали как частица. Эйнштейн продолжил объяснение, добавив, что каждый пакет энергии пропорциональен частоте света. Пакет красного света несёт меньше энергии, чем пакет синего света. Итак, в экспериментах красный свет просто не давал достаточного количества энергии для высвобождения электрона. Загадочный сгусток энергии получил своё нынешнее название только в 1926 году, когда в статье в журнале Nature Гильберт Льюис придумал название фотон. Пока доказательств корпускулярной природы света становилось всё больше, в 1923 году Артур Комптон провёл важный эксперимент. Этот эксперимент был основан на очень странном факте. Свет может толкать. Как безмассовый свет может толкать? Уравнения Максвелла показали, что свет, так же как и массивные тела, несёт импульс. Простейшим доказательством этому служит радиометр Крукса. Обычная игрушка, на которой расположены пластины белого и чёрного цвета и которую можно поставить на рабочий стол, чтобы наблюдать, как при попадании света на пластины лопасти начинают вращаться. Физика радиометра Крукса сложнее, чем это простое объяснение, но это не умаляет важности и потенциалы силы солнечного света. Вспомнить хотя бы о солнечном ветре и о солнечных парусниках, с помощью которых потенциально можно отправиться в межзвёздное путешествие, затратив минимальное количество ресурсов. Однако эксперимент Артура Комптона, проведённый в 1923 году, был немного иным. В своём опыте учёный направил пучок рентгеновских лучей высокой энергии на атомную мишень и таким образом лишил её большей части электронов. При излучении отскакивающих рентгеновских лучей и электронов Комптон обнаружил, что максвеловская картина волны энергии и импульса попросту не работает. Вместо этого ему пришлось представить свет и волны в виде бильярдных шаров. Поскольку рентгеновский луч попадает на электрон, он передаёт свою энергию и импульс в виде дискретного пакета и поэтому он и взаимодействует как твёрдые частицы. Ньютоновское представление о частицах света возродилось. Но были ли эксперимент Комптона и открытие фотоэффекта в целом доказательством того, что свет является частицей? Не совсем. Конечно, всё ещё существовало множество свидетельств волновой природы света. Учёные были в большем замешательстве, чем когда-либо прежде. Несмотря на то, что картина электромагнитных волн Максвелла оказалась чрезвычайно успешной, эти эксперименты в начале 1900-х годов требовали, чтобы свет был частицей. И поэтому люди начали задаваться вопросом, можно ли найти окончательное свидетельство справедливости одной из этих концепций? Наша история началась с наблюдения за фотоном света, путешествующим по вселенной. Максвелл постулировал, что этот фотон возник из изменения энергии электрона и что он исчезнет, когда его вновь поглотит электрон. Но что происходит между моментами рождения и поглощения фотона? Подчинён ли фотон воле случая или им управляет какая-то неведомая науке сила? Этот вопрос – следующая часть нашей истории, ибо в начале 20-го столетия стало ясно, что за светом скрывается нечто более волнительное и фундаментальное. На языке квантовой механики путешествие фотона не имеет ничего общего со случайностью. Вселенная не только более странная, чем мы думаем, она более странная, чем мы можем себе представить. Холодное январское утро Франции 1793 года. Свист гильотины и короля Людовика XVI больше не стало. Французская революция сопровождалась хаосом в новообразованной республике. Виктор Франсуа, второй герцог де Броль, сражался за своего короля. Но в конце концов, как и многие другие представители аристократии, он бежал из Франции в поисках безопасности. После династия де Бройлей вернулась в страну, чтобы в 1892 году в их семье родился человек, который навсегда изменит понимание о природе света. Его звали Луи Виктор Пьер Раймонд, седьмой герцог де Бройль. В истории физики он будет известен просто как де Бройль. В начале 20 века Луи де Бройль стал свидетелем зарождения квантовой механики и растущей путаницы в вопросе о том, является ли свет частицей или волной. Для де Бройля, однако, существовало одно очевидное решение, хотя и противоречащее интуиции. Свет не был ни тем, ни другим. Учёный предположил, что свет, когда он распространялся, то распространялся как волна, создавая эффекты интерференции и дифракции. Но в момент взаимодействия свет проявлял себя как частица. Казалось бы, тогда свет должен быть и частицей, и волной одновременно. Однако, де Бройль осознал то, что такое поведение свойственно не только свету, но вообще всему квантовому миру. Физик утверждал, что нет ни истинных частиц, ни истинных волн. Всё своего рода было квантовой вещью. В докторской диссертации 1924 года он утверждал, что электроны, которые явно являются частицами, также должны проявлять квантовые свойства. В 1929 году он был удостоен Нобелевской премии по физике за это открытие. В квантовой механике велась значительная дискуссия о так называемом корпускулярно-волновом дуализме. Но его наблюдаемые последствия неопровержимы. Серия одиночных фотонов или электронов, пропущенных через множество щелей, всё равно приводит к интерференционным картинам. И даже большие и сложные молекулы тоже обладают свойствами волн. Самая крупная из протестированных молекул имеет размер 2000 атомов. Убедившись справедливости теории де Бройля, учёные задались вопросом, может быть дело заключается во взаимодействии света и электронов? В классической физике, физике Максвелла, электроны покачивались при прохождении волн так же, как лодки покачиваются на волнах неспокойного моря. И своим покачиванием электроны сами испускали ещё больше фотонов. Но квантовая картина, как убедился Луи де Бройль, должна быть иной. Ибо квантовый мир – это мир частиц. Несмотря на эти противоречащие друг другу концепции, решение было найдено достаточно быстро, когда другой титан науки, Пол Адриан Морис Дирак, нашёл разгадку к этой тайне. В конце 20-х годов он работал над объединением двух величайших открытий в истории физики – квантового мира и теории относительности Эйнштейна. Дирака нередко вспоминают как рассеянного и замкнутого человека, но истории он запомнился, как гений и революционер науки. Ведь своей работой по квантовой механике Дирак произвёл настоящую революцию в физике. Чтобы понять современный взгляд на природу света, который он и создал, мы должны признать, что всё на самом деле является полями. Эти поля отличаются от таких вещей, как классические электрические или магнитные поля. В квантовой теории поля существуют поля электронов, поля фотонов, поля различных кварков и другие. Например, рябь в электронном поле – это электрон, рябь в поле Хиггса – это Хиггсовский бозон. А что насчёт атома? В нашем сознании возникает картина, созданная ещё Нильсом Бором. Электроны вращаются вокруг ядра, подобно планете, обращающейся вокруг звезды. И когда электрон перепрыгивает с более высокой орбиты на более низкую, и спускается фотон света. Но при рассмотрении квантового мира, это не совсем так. В квантовой теории поля мы думаем о вращающемся электроне, как о колебательном паттерне в электронном поле. Орбита с более высокой энергией – это один паттерн, а орбита с более низкой энергии уже другой. На языке физики электронное и фотонное поля связаны друг с другом и перескакиваем между орбитами. Электронное поле генерирует возмущение в фотонном поле. Квантовая теория поля стала самой успешной теорией на сегодняшний день. Она описывает почти все явления нашей вселенной с помощью 24 квантовых полей, соответствующих разным возможным взаимодействиям стандартной модели. Всё есть поля, и поля взаимодействуют. Но конечно, как это часто бывает в квантовом мире, скоро всё станет намного страннее. Многие из величайших умов физики были вовлечены в это движение к странности, но пожалуй самым известным представителем этого удивительного и своеобразного мира квантовой механики стал человек с сильным бруклинским акцентом – человек по имени Ричард Фейнман. Родившийся в 1918 году, Фейнман начал свою карьеру в рамках манхэттенского проекта и был рекомендован самим Оппенгеймером в Беркли в уже знаменитом письме 1942 года. Далее слова Оппенгеймера. «Он безусловно самый блестящий молодой физик здесь, и все это знают». Я могу привести вам две цитаты людей, с которыми он работал. Биттер сказал, что он предпочёл бы потерять любых других людей, чем Фейнмана с этой работы. А Вигнер сказал, что Фейнман – это второй дирак, только на этот раз человек. В своей автобиографии 1985 года, вы конечно шутите, мистер Фейнман, учёный открыл глаза не только в отношении его грандиозного и многочисленного вклада в науку, но и в отношении его открытой личности и сложной личной жизни. Эти аспекты не соответствовали стереотипному видению профессора. Действительно, Мюррей Геллман, ещё один гигант квантовой механики однажды сказал так. Фейнман был великим учёным, но он потратил слишком много усилий на создание анекдотов о себе. И всё же, когда дело дошло до размышлений о квантовом мире, для многих физиков Фейнман изменил всё. Возможно, шутка Фейнмана о том, что никто по-настоящему не понимает квантовую механику, является правдой. Однако сам Фейнман, безусловно, понимал глубину математики, лежащую в её основе. И это дало ему возможность задуматься об истинной природе света и о том, как он взаимодействует. Начинается всё с одиночного электрона. По Максвеллу, заряд электрона приводит к возникновению окружающего его электрического поля. И заряд ощущает его присутствие. Вопрос состоит в том, сколько должно быть энергии. Фейнман тщетно пытался найти ответ на этот вопрос, но постоянно натыкался на одно и то же значение – бесконечность. Поэтому учёный сделал нечто радикальное. Он отбросил классическое понятие электрического поля. В речи при вручении ему Нобелевской премии в 1965 году Фейнман сказал, «Я предположил для себя, что электроны не могут воздействовать сами на себя. Они могут воздействовать только на другие электроны». И возникла новая, причудливая картина взаимодействия света и электронов. Лучшим визуальным представлением этого является диаграмма, названная в честь самого Фейнмана. Диаграммы Фейнмана описывают все возможные взаимодействия в квантовой механике, представляя собой сложную смесь линий, изгибов и петель. Но давайте посмотрим на простейшие примеры взаимодействий, например, на электрон и свет. Одиночные электроны прослеживают прямолинейные траектории в пространстве времени, путь, известный как мировая линия. Электрон на самом деле – это лишь вибрация в квантовом электронном поле, и при отсутствии взаимодействий он прослеживает простое прямолинейное движение. Однако в связи с тем, что электронное поле неразрывно связано с полем фотонов, колебания онных постоянно изменяются. В атоме электрон переходит с высокоэнергетической орбиты на низкоэнергетическую, но для свободного электрона сохранение импульса означает, что электрон меняет направление. И если мы представим это в пространстве времени, мировая линия электрона будет обладать отчётливым изгибом. Это происходит в момент испускания фотона. Здесь это волнистая линия. Фотон путешествует и в конце концов принимается другим электроном, две вершины соединяются вместе, происходит полное взаимодействие. Конечно, полные диаграммы Фейнмана более сложны, чем одна вершина и фотон. Обычно они объединяют несколько отдельных частей, но на главный вопрос мы можем ответить уже сейчас. Что же управляет связью между электронным полем и полем фотонов? Это связано с зарядом электрона и одной из констант природы, постоянной тонкой структуры. По мнению Фейнмана, нам не требуется электромагнитное поле. Вместо него у нас есть два электрона, которые взаимодействуют друг между другом посредством обмена фотонами. И когда происходит постоянный обмен фотонами, это начинает напоминать классическое электромагнитное взаимодействие, описанное Максвеллом. Описанное применимо и к сильному и слабому взаимодействиям. В случае ядерного взаимодействия, кварки обмениваются глионами. В случае слабого взаимодействия, обмен производится массивными W и Z бозонами. И опять же, для всех этих взаимодействий мы можем составить свою диаграмму. Но самое странное ещё впереди. Фейнман сказал, что один электрон воздействует на другой, конкретный электрон. Проще говоря, электроны договариваются об обмене заранее. Вспоминая нашу линию повествования, связанную с фотоном, путешествующим с древних времён миллиарды световых лет, это кажется странным. Как и когда электроны связались и согласились обменяться фотоном? Как они вообще узнали о существовании друг друга? Фейнман предложил ошеломляющую возможность. Это предложение, то что теперь мы называем транзакционной интерпретацией. Фейнман и его научный руководитель Джон Уиллер сказали, что два электрона обмениваются как бы рукопожатием в знак согласия на проведение обмена, но это рукопожатие происходит во времени. Один электрон передаёт сообщение из прошлого, а другой из будущего. Это звучит до жути нелепо и нелогично, но это именно то, что полностью соответствует математике квантовой механики. Тёмной ночью, когда вы смотрите на далёкую звезду, электрон в вашем глазу и электрон в атмосфере этой звезды поговорили друг с другом во времени и согласились обменяться фотоном, который вы увидели. И идя ещё дальше, для одинокого фотона, путешествующего со времён образования микроволнового космического фона, два электрона также пожали друг другу руки, длиной в миллиарды лет времени и расстояния, и дали добро на путешествие фотона. Проще говоря, один электрон отправил фотон с сопроводительной запиской, в которой описано определённое условие обмена фотоном. Причудливый мир квантовой механики не перестаёт удивлять. Но есть ещё одна, последняя, ещё более странная тайна, которая должна раскрыть секрет света, что испытывает фотон, путешествуя на протяжении миллиардов лет. Ведь вселенная, по которой он путешествует, постоянно меняется, и в пункте назначения она уже сильно отличается от той, из которой он был отправлен. Здесь есть одно важное замечание, этот фотон действительно настолько же стар, насколько стара сама вселенная, но этот фотон так и остался молодым. Галактики формировались, заполняя пустой космос, звёзды рождались, жили и умирали, освещая вселенную. Целые сверхскопления раскалывались и коллапсировали, и фотон не стал свидетелем ничего из перечисленного, он всё пропустил. Потому что для фотона само время не значило ничего. Это может показаться странным, ведь фотон явно существовал во времени, но с появлением Эйнштейна и его специальной теории относительности стало ясно, что время является гибким, относительным и зависящим от измерений и наблюдателя. Что бы случилось, двигайся я со скоростью света. В середине 17 века Оли Рёмер был сбит с толку. Работая в Парижской обсерватории, Рёмер наблюдал за Ио, одним из галилеевых спутников Юпитера. Луна облетела планету гиганта чуть более чем за 42 часа, исчезая по мере того, как она то входила, то выходила из тени Юпитера. Но было в этом что-то странное и необъяснимое. Учёный заметил, что время затмений Ио смещалось, и он предположил, что это зависит от взаимного положения Земли и спутника. Именно тогда была выдвинута гипотеза о том, что свет распространяется немгновенно. Оли Рёмер предположил, что по мере того, как Земля двигалась по своей орбите, расстояние до Юпитера менялось, и изменения во времени происходило потому, что свету требовалось преодолевать разные расстояния. Его первоначальная оценка была довольно-таки точной – 220 тысяч километров в секунду. В конечном счёте, современные оценки дают значение в почти 300 тысяч километров в секунду. Но относительно чего движется свет? Веками считалось, что для распространения света необходим эфир, переносящий световые волны, подобно воде, покрытой рябью. Следовательно, скорость света относительно к этой среде. От Платона до Ньютона эфирная теория долгое время служила ответом на многие вопросы физики, но она так и не была доказана. Эксперименты, направленные на поиск эфира, раз за разом терпели неудачу. И так случилось, что в 1905 году Эйнштейн забил последний гвоздь в крышку гроба этой невидимой субстанции. Истина заключалась в том, что именно скорость света является универсальной, абсолютной и инвариантной. Для любого наблюдателя её значение является одним и тем же. Отправьте две пары синхронизированных часов в два разных путешествия, ускоряя и замедляя их ход. С точки зрения Ньютона, в абсолютной вселенной эти часы бы продолжали показывать одно и то же время. Однако относительное движение во вселенной Эйнштейна демонстрирует, что стрелки на циферблате у этих часов будут в разных положениях. Этот умопомрачительный аспект теории относительности кажется слишком серьёзным, чтобы быть правдой. Но многочисленные эксперименты показали, что именно так устроена наша вселенная. От атомных часов до высокоскоростных частиц в ускорителях, время для каждого из них определено относительно. Но что это даёт свету? Свет занял центральное место в новом видении космоса. Всё относительно и лишь свет стал абсолютом, относительно даже пространство и время способны изгибаться и быть эластичными, чтобы соответствовать постоянству скорости света. Следствием этого является ощущение светом существования гравитации по мере перемещения света во вселенной в зоне массивных объектов. Утверждение Ньютона 200-летней давности оказалось пророческим. Действительно, эксперименты подтвердили отклонение света. Массивные объекты, такие как звёзды и галактики, могут вести себя как гравитационные линзы, увеличивая отдалённые галактики ранней вселенной и выявляя присутствие тёмной материи. Красота этих естественных телескопов наиболее очевидна на свежих снимках глубокого космоса, сделанных телескопом имени Джеймса Уэбба. Итак, гибкая природа пространства и времени действительно положила конец представлению Ньютона об абсолютной вселенной. Но опять же, как насчёт света? Что это путешествие значит для нашего фотона? Путешествуя с максимально возможной скоростью, эффекты теории относительности становятся экстремальными, очень экстремальными. Все расстояния сокращаются до нуля, как и время, затрачиваемое на преодоление этих нулевых расстояний. И для фотонов, независимо от того, как долго и далеко они путешествуют по Вселенной, не пройдёт ни единого мгновения. Пространственно-временное расстояние между излучением и поглощением фотона электронами равно нулю. Для фотона рождение и смерть происходят в один и тот же момент. И пока я рассказывал вам эту удивительную историю света, одного крохотного фотончика, он так и не заметил этого великого путешествия. Не заметил ни звёздного рождения, ни катастрофических взрывов, сопровождающих смерть звёзд, ни образования планет, ни в конечном счёте зарождения жизни на нашей бледно-голубой точке. Фотон ничего не заметил.